ну что друзья мы с еленой отправляемся на небольшой тур по дилер шипу как давно это вот заведение существует вот на этом месте самом деле на этом месте заведения больше чем 45 лет и до этого принадлежала одной семье которая 14 лет назад отец кто всем этим владел умер и дети не захотели продолжать то что делал отец так и продали корпорации на которую я работаю называется это и у них очень много дилер шипов самых разных компаний так так это какой-то магазин это магазин я покажу тебе показать что у нас тут есть стр hobo сервис а сервис где то есть сюда приходит а вот и вот это сервис когда люди привозят машины сервис они доходят сюда отдают и оставляют машину вот там понял понял ihnen дают машинку они уезжают И теперь мы пойдем с вами, пошли в другую сторону. По ходу дела, Лен, вот мне там многие люди, которые смотрят сюжеты, они говорят, вот тебе к твоей машине нужно, и там предлагают что-то с ней изменить. Некоторые говорят, колеса надо другие поставить, некоторые говорят, надо там санруф и так далее. Теперь, с точки зрения отношений, внесения модификаций, так сказать, в автомобиль, который в Лизе находится, то есть если автомобиль твой, наверное, больше возможностей. Но вот может ли человек, который взял машину в Лиз, каким-то образом ее видоизменять? Может. Иногда все зависит от того, чего люди видоизменили, могут попросить видоизменить это все. Прямо тут. Ну-ну-ну, когда возвращаете машину назад, могут попросить видоизменить первоначальный вид. Но он не может сам менять, потому что получается гарантия и всякие дела, и он как бы нарушает контракт Лизы, нет? Скажем, люди тонируют окна. Никакого отношения к гарантии это иметь не будет. Окей. А скажем, если все то, что будет видоизменять, мы просто покажем, где у нас. Это госпиталь машин здесь, дектора работает. Просто, чтобы вы посмотрели, как на самом деле это все выглядит. Такой вопрос, Лен. Вот я понимаю, что среди наших зрителей есть много таких, кто, например, хотел бы работать по ремонту автомобилей. И уже сейчас работают. Вот сложно попасть в такое место? Нужно приходить, нужно заполнять эти applications. Нет, ну вот сертификация какая-то, я не знаю. То есть, конечно, нужен экспириенс для того, чтобы опыт работы, чтобы работать здесь. А они тебя отправляют здесь на рейс-тренинг, чтобы ты был именно специализирован в... В Мерседесе. В Мерседесе. Но могут взять человека, который, допустим, вообще раньше этим не занимался, какой-то уровень образования требуется, ну что-нибудь. И образование, опять-таки, нужен опыт работы именно в ремонте автомобилей. Не обязательно в Мерседесе. Не обязательно в Мерседесе, чтобы вообще имели люди представление. А зарубежный опыт сойдет? Вот он, допустим, там где-нибудь в Саратове ремонтирует, в Хонды. Ну, машины-то одинаковые, да? То есть, могут с ним поговорить. А нет такого, что у них много желающих и мало позиций, или наоборот, они активно нанимают? Они активно нанимают. Мы все время активно нанимаем людей, которые продают, и людей, которые кинут. Хорошо, ребята, зарабатывают вот эти технишины? Не знаю. Хорошо. Значит, хорошо. Так, идем дальше. Пошли дальше. Так. Осторожно. Дальше покажу вам. А вот сейлспипл. Это работа... Вот что требуется, чтобы тебя взяли, там, скажем, продавать автомобиль? Вот вы, например, вот через что прошли, чтобы попасть на эту позицию? Вы продавали ювелирные изделия. Потом, допустим, вам пришла в голову мысль, а не продавать ли мне автомобили? Да. Вы пришли, там, не знаю, на дилершип. И говорите, я хочу. А что они от вас вот требуют? Требуют? Нужно просто, чтобы... Здесь это будет то же самое. Ага, ага. Тут шумно немножко. Остаравливаем. Так, тут еще какое-то крыло. В этом крыле обычно сертифицируют новые машины. Или работают над проблемными машинами, которые несколько раз... То есть пришла машина, сняли ее с этого перевозчика и убеждаются, что она хорошая? Ну да. Так. Окей. Так что они от вас хотели? На самом деле нужно, чтобы... Совершенно же все равно, что ты продаешь, если у тебя есть возможность продавать. Это определенный талант как бы. Ну да. Нужно... Все зависит от того, как ты проходишь через интервью. Если ты очень волнуешься и три слова связать не можешь, ничего не получится. То есть знание английского понятно. Знание английского. Требуется было, скажем, какое-нибудь высшее образование или... На образование никто не смотрит. Опыт работы в продажах. Опыт работы в продажах большой-большой плюс. Совершенно все равно, что продавал. Опыт вождения там Мерседеса. Не имеет, по большому счету, никакого значения. У нас очень много ребят, которые приходят из Тойоты, из Хонды. Из других дилершипов? Да. А почему люди меняют дилершип на дилершип? Что так их... Что принципиально-то их двигает? Престиж? Нет, ну правда, деньги. Может быть, тебе же труднее работа. Немножко труднее... Как это сказать? Даже не столько труднее. Это просто... Я не знаю, как по-русски сказать. Разматывает. Челлендж, но. А, вызов такой, как бы, да. Здесь у тебя все немножко по-другому. Здесь дают перекурить вообще? Вот начальство сверху там долбают? На нервы действует? Ну, не то, что на нервы действует, но как бы давление такое присутствует, что давай, 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 давай. Я на самом деле этого давления не чувствую. Патагонность какая-то. Патагонность есть, когда ты продаешь три машины в месяц. То есть тебя начинают долбать? Когда ты их продаешь 20 в месяц, на тебя все смотрят, улыбаются, на тебя все любят. А есть отношения между людьми, которые работают, есть какие-то вообще отношения? Или как бы всем друг на другу так пофигу? Ну, отношения есть, мы этими группировками тут, кучками кучкуемся, да? Вот вы видели, мы с Лавой вместе работаем, его нету. Но у нас одни и те же выходные дни с ним. Но как бы пытаемся найти общение за пределами магазина, не так много людей общаются после работы. Хорошо, вот такое место, где мы стоим, тут тачки всякие. Вот спрашивают, чего люди больше всего покупают? Какие-то модели подешевле? Не совсем, нету. Самая популярная, самая популярная машина, это GLC, ту, которую вы купили. Мы их продаем очень много. Это вот она стоит? Очень много, да. Так. А вот то, что Светлана моя брала, это кроссовер GLA. Очень популярная тоже. И я должна сказать, что после того, как наше первое видео ушло, очень интересно на самом деле. Люди приходят и смотрят на GLA, на GLC, ваши зрители. То есть есть какие-то зрители, которые подошли поговорить? Которые не только подошли поговорить, которые пришли и купили. Ну, все же, молодцы. Молодцы, да. То есть вы их очаровали виртуально, можно сказать. Очень сложно не очаровать, когда вот такая вот красота вокруг. Хорошая, хорошая. Я колоссальное удовольствие испытываю. Мне ребята говорят, что я стал лихачить за рулем. Потому что я раньше очень спокойный, меня все обгоняли. А сейчас говорят, Миша, ты что творишь на дороге-то? Ты, говорит, как ехать начал? Говорят, вот у тебя тачка новая, значит, к чему тебя побудила. Нет, она не замечательная. Вы сами. И вот там был такой вопрос, знаете, неожиданный. Говорят, почему Лена, значит, сама на Мерседесе не ездит? Ну, как же ж не езжу, езжу. Так вы как бы с большим стажем, мерседесовская девочка. Я с большим мерседесовским стажем, 31 год. И все на Мерседесах. Так. То есть люди скажут, так она что, с садика водит? Да, приблизительно, с 13 лет. Так. А Мерседес нет, у меня, у меня С-класс, у меня кабриолет, обожаю свою машину, до этого была маленькая. Кабриолет это с открытым верхом, вот как вот такая, да, вот как стоит там за стеклом? Да, вот она вот прям вот такая. В голову не дует там? Только черная. Нет, не дует. Еще вопрос задают, странный может быть, но вот все-таки, какие цвета люди любят больше? Есть какие-то преференции такие ярко выраженные? Здесь в Калифорнии в основном люди стараются идти белым, потому что говорят не жарко. Так. Светлые тона любят, потому что не так видна грязь. Ага. Но очень много покупают вот этот очень популярный цвет, этот темно-серый. Я от него балдею, на самом деле. Вы помните, мы его тоже выбрали, то есть вы каким-то чудом нашли мне красненькую, я от красненькой тоже тащусь. Никогда не думал, что я буду с красненькой тащиться, но это был мой, в общем-то, следующий такой любимый цвет. Вот мы сейчас, на самом деле, очень интересно, они стоят рядом. Это тот же такой, точно такой же цвет, вот рядом стоит машина. Серенький, стальной. Но он матовый. Матовый. То есть этот блестящий, а этот матовый. Есть какие-то фишки, которые вот любимы в народе? Или народ не очень по фишкам, а больше так, чего-то еще их интересует? Основная масса народа любит фишки с колесами. С колесами. А что там? Любят спортивную резину. Именно внешний вид? А, вот так. Ну вот, вот у вас будет, вот ваша спортивная резина, низкий профиль, на ней... То есть есть вот любители на это. Это молодые ребята, да, наверное? Угу. Я слышал, что, например, Мерседес является как бы статусной такой машиной для людей, которые приехали из Китая, может быть, из нашего Отечества. И что, вот скажем, здесь у вас там чуть ли не половина продаж, это вот люди именно из Азии. Да, не половина, а я бы сказала 70% наших машин, которые мы продаем, это люди из Азии. И это на самом деле статусная машина. Мы когда, когда люди сюда приходят, мы у них все время спрашиваем, что отмечаем. Да, да. Вот покупаем машину, что отмечаем. Симпатичные, красавцы. Я когда еду по дороге и вижу белую машину, особенно чистую, знаете, они такие красивые. Вот я бы ездил с удовольствием на белый, но проблема в том, чтобы она была чистая. Хотя моя собственная, вот она тоже пыль собирает неплохо, хоть и красная такая, в красном спектре. Так вот, а вот, собственно, такая же, как моя, один в один, только вот беленькая, праздничная, нарядная. И я свою теперь, вот, вроде неделя прошла, я почти не ездил, там 100 миль, может, наехал. Так, меньше. И тоже пошел, помыл бесконтактной мойкой. Вот он мой, красавчик, стоит, еще без номеров. Мне нравится, очень-очень нравится. Тут некоторые у меня сожаления, значит, высказывают, типа, как же вот вы там жалеть будете, говорили вам умные люди, там, красивый очень дилершип здание. Я вот пока покупал свою машину, последнюю, могу сказать, что обошел с десяток, и два было таких, знаете, душевных, как дома. Здание вот это, и у Лексуса тоже очень-очень хорошее. Вот такой вопрос. Просто было время, когда Мерседес был как бы символом качества. Вот мы когда в СССР жили, это было нечто. Потом вот я приехал и купил Мерседес, и, ну да, он был американской сборки, там, в Кентаке его там собирали. Тут отвалилось, там отвалилось, я очень так переживал. Вот что это? Это, допустим, какие-то массовые продажи, которые не позволяют контролировать. Или это, допустим, политика, пусть мы будем подешевле, но там больше продадим. Или вот как борьба за качество происходит? На самом деле в любой компании есть, в любом, любой, любой производитель совершенно все равно, почему. Или это автомобили, или это одежда, или это посуда, все что угодно. Есть взлеты и падения. Это правда. И был момент у Мерседеса, как, собственно говоря, у любого производителя всяких разных вещей, когда есть хорошие времена и плохие времена, уволили нехороших девочек и мальчиков, взяли на работу хороших, умных, толковых. И вот мы теперь опять впереди планеты. Спрашивают ребята, когда приходит покупатель, он вот интересуется, вот та модель, которую хочет он купить. Она собрана в Америке, в Бразилии, в Южной Африке. На самом деле очень интересная статистика. И по статистике те люди, которые к нам приходят, они, это опять-таки статистика, 19 часов провели времени на интернете или в книжках газеты. То есть изрядно. Ресерч на те машины, которые они смотрят. Собственно говоря, вы живой пример тому. Ну, я может быть не столько, но да. К тому моменту, когда вы пришли ко мне, вы не только там почитали, так вы еще и поводили, и поговорили, и посмотрели. Но я не спрашивал, где собрана машина. Я так не интересовался. У нас очень интересно, то есть Мерседес, мы, они все время думают о потребителе, да? Да. То есть вот, допустим, хороший пример. Все машины наши теперешние, GLE и GLS, мы собираем здесь в Америке, в Алабане. Так. Все детали приходят из Германии, и мы их собираем здесь, и мы их экспортируем на весь мир. Вот эти вот две... То есть если эту модель купить в Аргентине, то она будет собрана в Алабане? Она будет собрана в Алабане. Так. И, то есть, спросят, почему? Да. Потому что, когда мы производим машины, мы всегда думаем, опять-таки, о потребителе, сколько они заплатят, потому что, в конце концов, платит покупатель, да, за доставку машины, таможни, налоги. Из разных стран это разные деньги, и все зависит от веса машины. Скажем, эти самые тяжелые, и поэтому, для того, чтобы сохранить деньги покупателю, мы их экспортируем из Америки, и получается покупателю дешевле. То есть, как бы, нет мононациональных машин больше? Таких вот, все из Германии, там, все из Южной Африки. На самом деле, очень много, все еще очень много делаем машин в Германии, делаем машины в Австрии, но заводы Мерседеса по всему миру. Но в Мексике вы не собираете? Нет. Там или в Китае где-нибудь? В Китае ничего нет. На самом деле, очень интересно. Я в июне месяце еду на Мерседесовский завод в Алабаму на три дня. Это где у нас собирают GLA, GLC, GLS. Некоторые C-класс мы собираем там. А вот мой GLC откуда? Германия. О! Германия, Германия, но послан из Финляндии. Хорошо. А Светин GLA откуда? Германия. Послан из Финляндии. А то есть, собрали в Финляндии? Да. Хорошо. А вот у вас внутри компании есть, как бы, информация, что где лучше собирают, там, где качество выше, географически? Это очень интересный вопрос, и на этот вопрос я отвечу, я обещаю, в июне месяце, я когда поеду на завод, я сниму вам видео, и я вам его перешлю. Все, тогда мы, значит, не прощаемся, мы еще... Нет, мы не прощаемся, чтобы люди знали, что это вообще, как эти машины собираются, потому что мы представляем себе... А можно снимать? Разрешаются снимать? Мы представляем себе Васю с топором, с молотком и с большим гаечным ключом, который собирает это все. На самом деле, все роботизировано, компьютеризировано, это... Я ездил вот на таком, не знаю, как назвать, транспортном средстве по заводу Теслы во Фримонте, там снимать нельзя. Так там люди стоят только, знаете, где вот отштампованный корпус, они вручную защищают заусенцы, а все остальное там... Приблизительно то же самое происходит на заводах Мерседеса, и я говорю, что я обещаю. Я вам привезу видео, вы посмотрите, как на самом деле собираются Мерседесы. Друзья, я от вашего имени хочу Лену поблагодарить, тут у них круговерть такая, мы думали, это в будний день там их не так сильно, значит, гоняют. Но мы не прощаемся, задавайте вопросы, и я знаю, что Лена читает, да, комментарии? Да, я читаю. Леночка, а вы еще и отвечайте им тоже. Буду, обещаю. Вот, хорошо, ладно. Всего хорошего, спасибо. До свидания. Приходите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!